МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В студии Анна Акрамова. И вы смотрите информационно-аналитическую программу «Объектив. Итоги». Я и мои коллеги готовы познакомить вас с наиболее значимыми событиями недели. Коротко о главных темах выпуска. Сегодня в регионе стартовали мероприятия, приуроченные к 85-летнему юбилею Свердловской области. Подписали документ с божьей помощью. Администрация Навуральского округа и Верхневинска подписали соглашение о сотрудничестве с Нижнетагильской епархией. Проезд станет на 2 рубля дороже. С 1 марта автоперевозчики поднимают стоимость проезда в общественном транспорте до 20 рублей. Несколько сотен жителей Среднего Урала 23 февраля приняли участие в возложении цветов к памятнику Георгию Жукову. В Навуральске в День защитника Отечества Центральный парк культуры и отдыха превратился в военный штаб. Более 6 тонн продукции ежедневно Навуральский хлебозавод раскрывает секреты технологий навуральским студентам НТК. Об этих и других темах далее. Губернатор Евгений Куйвышев поздравил жителей с 85-летием Свердловской области. Сегодня на Среднем Урале проходят мероприятия, посвященные юбилею области. Поздравление глава региона опубликовал на своей странице в Инстаграм. Евгений Куйвышев отметил, что область появилась в непростые времена, в 1934 году, в разгар индустриализации. Однако за прошедшие десятилетия Средний Урал гармонично развивался во всех сферах. Область стала одной из территорий, чье стремительное преображение меняло лицо всей страны. Этот рывок помог нам выстоять в страшной войне 1941-1945 годов. Мы стали для государства опорным краем державы. Промышленность и наука, образование и здравоохранение, культура и спорт – нам есть чем гордиться во всех направлениях, заявил губернатор Свердловской области. По словам Евгения Куйвышева, такой прорыв был совершен благодаря обычным свердловчанам, простым людям, рабочим промышленности и сельского хозяйства, строителям и транспортникам, инженерам и ученым, врачам и учителям. Как объяснил Евгений Куйвышев, сегодня Свердловская область лидирует в стране по многим направлениям, а жители региона с уважением и благодарностью продолжают труд своих предшественников. «Я поздравляю вас с 85-летием Свердловской области. Давайте любить наш регион и стремиться к его процветанию», сказал губернатор Евгений Куйвышев. Сегодня, 25 февраля, в Киноконцертном театре «Космос» состоялось торжественное собрание и праздничный концерт, посвященный 85-летию со дня образования Свердловской области. Также в ФАИ была представлена выставка Свердловской области «85», подготовленная региональным управлением архивами и Центром документации общественных организаций. В экспозицию вошло 120 архивных документов, затрагивающих основные этапы истории региона. Подробнее об этом в следующих выпусках на НВК. С 1 марта проезд в общественном транспорте на Уральска подорожает. Стоимость поездки поднимется с 18 рублей до 20. Между тем, нареканий относительно соблюдения расписания у горожан немало. К примеру, в морозные февральские дни жители НВУРАЛЬСка, ожидающие автобус номер 76, были неприятно удивлены. Транспорт им пришлось ждать гораздо дольше, чем указано в графике движения. Что послужило поводом для нарушения расписания, у автоперевозчиков спросили представители власти на заседании транспортной комиссии. Какие еще вопросы были на повестке дня, расскажет Виктор Малышев. По итогам открытого конкурса, пассажирские перевозки автомобильным транспортом по маршрутной сети на Уральска с 1 января 2016 по 31 декабря 2020 года осуществляют простое товарищество «Авангард», объединяющее пять индивидуальных предпринимателей. Контроль за их работой осуществляет управление городского хозяйства. Регулярные выездные проверки на линии движения маршрутов, работа горячей линии в вечернее время и мониторинг через систему ГЛОНАСС – все это дает свои плоды. Только за 2018 год было проведено 110 проверок, на основании которых предпринимателям было выставлено 60 претензий на общую сумму 184 тысячи рублей. Но и это не всегда дает эффект. Пример тому – недавние морозы. В это время происходили наиболее частые нарушения расписания. Основное количество жалоб горожан поступало на маршрут номер 76. Мы услышали все-таки замечания, предложения. Их много, особенно по 76 маршруту, по 12 маршруту. По 12 маршруту вопросы сняты. Нам было доведено, что все необходимые маршруты вернулись в строй и ходят по расписанию. По 76 маршруту, да, товарищество «Авангард» подтверждает, что есть срывы. И причиной всему – это нехватка водителей. Заявляется заработная оплата от 18 до 25 тысяч рублей. Это все, что может перевозчик. К сожалению, народ не идет на эти деньги. Решением было все-таки на следующее заседание комиссии пригласить представителей центра занятости, как они видят решение вопроса по данной теме. Еще один вопрос, к которым часто обращаются жители – это возвращение регулярного движения автобусов по маршрутам, связывающим Новоурайск с поселком Верхневенский и Верхним Тагилом. Это все ушло к полномочиям Минтранса. Они разыгрывают маршрут. Но на сегодня поступила уже информация, что они в течение трех месяцев – это время, которое необходимо для определения подрядчика на постоянной основе – будут по маршрутным картам непосредственно заключать договор. И есть претенденты на заключение этого договора. Поэтому мы надеемся, что Минтранс, повторяю, решит этот вопрос и возобновится маршруты с конца февраля – начало марта месяца этого года. Также в ходе заседания власти от автоперевозчиков услышали подтверждение того, что с 1 марта этого года, то есть уже в эту пятницу, проезд в городском транспорте подорожает до 20 рублей. Мы знаем, что ИРЭК выпустил постановление по всей Свердловской области поднят, скажем так, базовый тариф на перевозки до 20 рублей. Этим тарифом мы сегодня услышали, воспользуются наши перевозчики из 1 марта. Он будет составлять 20 рублей. Повышение стоимости проезда до 20 рублей, разрешенное региональной энергетической комиссией, это вынужденная мера. В противном случае автобусные перевозки станут абсолютно невыгодными для предпринимателей. Ведь с момента последнего повышения цены прошло уже более двух лет. И за это время цены на топливо выросли в разы. Остается надеяться, что при повышении стоимости проезда улучшится и качество предоставляемой услуги. И горожане не будут мерзнуть на остановках в ненастные дни. Виктор Малышев, Александр Илюха. Объектив. Итоги. Администрация Новоуральского городского округа и Верхневенского подписали соглашение о сотрудничестве с Нижне-Тагильской епархией. Историческое событие состоялось в так называемой конторе «Графин». Это здание администрации Верхневенского округа, которое было построено по проекту Прокопия Демидова. Соглашение подписано тремя сторонами. Главой Новоуральского округа Александром Барановым, главой округа Верхневенский Еленой Плохих и владыкой Евгением, епископом Нижне-Тагильским и Невьянским. Тему продолжит Наталья Рау. По протоколу обмен документами и подпись тремя заинтересованными сторонами. Соглашение о сотрудничестве подписали главы округов Новоуральского Александр Баранов, Верхневенского Елена Плохих и третья сторона Нижне-Тагильская епархия Русской Православной Церкви. Свою подпись в документе поставил епископ Нижне-Тагильский и Невьянский Евгений. Значимое событие, соглашение, оно рамочное, очищает те вопросы, те сферы, в которых, мы надеемся, Нижне-Тагильская епархия Русской Православной Церкви и администрация городского округа Новоуральска и Верхневенская соответственно будут осуществлять свою деятельность в интересах жителей, в интересах сообщества и одного муниципалитета, и другого. В знак подписания соглашения с Нижне-Тагильской епархией от имени Александра Баранова и Елены Плохих владыке Евгению были вручены две памятные монеты двух городских округов. Монета здесь герк Новоуральского городского округа, Верхневенского городского округа, но там написано «Спаси, сохрани». Поэтому с Божьей помощью наши муниципалитеты будут развиваться на благо Свердловской области. Примите, пожалуйста, подарок. Благодарю. Благодарю. Надеюсь, что вот как они плотно отчеканят в металле, вот так же и отношения наши будут очень четкими, крепкими, говорят, на долгие, на многие леты. Подписание соглашения проходило в конторе «Графин», являющемся объектом культурного наследия Свердловской области. Здесь располагается администрация округа Верхневенский. Место подписания было выбрано не случайно. Это свидетельствует о сотрудничестве муниципалитетов. Год назад был первый такой опыт межмуниципального сотрудничества с выделением денежных средств. 400 тысяч рублей в прошлом году Новоуральск выделил поселку на инфраструктурные объекты для оформления земельных участков многодетным семьям. Более 90 таких семей из Новоуральска получили земельные участки в поселке Верхневенский. Развивая и продолжая межмуниципальное сотрудничество, было подписано соглашение и план мероприятий с Нижнетайгельской епархией. Обширный план мероприятий совместных действий, начиная от проведения муниципальных рождественских чтений и заканчивая проработкой вопроса об организации радиовещания канала «Радиовера» в нашем Уральском городском округе и близлежащих территориях. Есть соглашение о сотрудничестве, о взаимодействии, которое подписано между губернатором Свердловской области и митрополитом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом о взаимодействии во всех сферах, в которых мы можем взаимодействовать. Оно подписано и это отправная точка для работы Екатеринбургской митрополии с региональными министерствами и ведомствами. От губернатора и митрополита до территорий и муниципалитетов подобные соглашения о сотрудничестве с епархией уже подписаны в нескольких муниципалитетах Свердловской области. В Нижнем Тагиле, Лесном, Невьянске, теперь Верхневенске и Новоуральске. Что касается городов, где уже подписано соглашение Нижний Тагил, Лесной, насколько успешно у них реализуется план мероприятий? Очень интересно. Вот буквально сегодня в рамках реализации этого плана в Нижнем Тагиле мы встречались и общались с директорами всех нижнетагильских школ. Очень интересное общение. Это была такая первая встреча у меня. И мы обсудили какие есть проблемы во взаимоотношениях. У нас есть конкретный вопрос преподавания курса основы религиозной культуры и светской этики в школах. В каком состоянии сегодня находится преподавание? Соглашение предполагает активную работу по вопросам нравственного воспитания в сфере образования, культуры, духовного воспитания населения Новоуральского и округа Верхневенский. Вместе с соглашением подписан и обширный план мероприятий от муниципальных рождественских чтений до дней славянской письменности и культуры. В этом году будут организованы художественные выставки, концерты, конкурсы, конференции и семинары. История России, безусловно, связана с историей православия. Православные традиции играли весомую роль в истории нашего государства и в мирное время, и в период лихолетия, когда вокруг веры и церкви сплачивался народ. А сегодня в условиях внешнего давления на Российскую Федерацию становится ещё более значима единство и консолидация российского народа. Наталья Рау, Иван Вахмяков, Объектив. Итоги. Госдума вводит штрафы за нарушение правил эксплуатации лифтов. Размер штрафа составит от 2 до 5 тысяч рублей для должностных лиц. Для юрлиц – от 20 до 40 тысяч рублей. Такой законопроект Госдума приняла 21 февраля в третьем окончательном чтении. Правительственный законопроект о введении штрафных санкций за нарушение правил эксплуатации лифтов. Депутаты внесли поправки в Кодекс об административных правонарушениях. Как пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин, ответственности за нарушения правил безопасного использования и эксплуатации лифтов сейчас в нашем законодательстве нет. Хотя давно надо было установить для защиты здоровья и жизни граждан, подчеркнул он. В честь Дня защитника Отечества, который отмечался в прошедшую субботу 23 февраля, в Новоуральске вручили паспорта юным горожанам. 34 новоуральских школьника получили главный в своей жизни документ в торжественной обстановке. Церемония вручения состоялась 21 февраля в Центре патриотического воспитания. Подробности расскажет Ульяна Скрыгина. Такая длинная очередь выстроилась, чтобы поставить подпись в первом в жизни паспорте. Старательно выводя каждый элемент, ребята писали буквы имени и фамилии. Все-таки это их главный документ, который будет с ними в ближайшие несколько лет до получения нового паспорта в 20-летнем возрасте. Пожелать вам здоровья, у вас еще долгий путь, вам нужно учиться, ну и чтобы ваша жизнь сложилась так, чтобы вы были горды, что вы живете и родились в Российской Федерации, но родители должны гордиться, что есть такие хорошие дети. Вы все должны помнить, что мы граждане одной великой страны Российской Федерации. Я вас искренне поздравляю. Желаю, чтобы каждый из вас нашел свой путь в жизни и стал, еще раз повторяю, достойным гражданином своей страны. На торжественной церемонии было гораздо больше виновников торжества. Обычно в такой обстановке документ получают около 20 человек, а в этот раз 34 школьника. Но я желаю, чтобы каждый из вас находил в себе чувство любви к своей родине, чувство любви к своей семье, к своему родному Новоуральску. Получение первого в жизни паспорта волнительно и ответственно. С этого дня у ребят появляется больше прав и обязанностей. Каждый подросток переживает это по-своему. И если для одних этот день повод для радости, то для других повод серьезно задуматься о будущем. Паспорт подтверждает твою личность, он показывает, кто ты. У тебя становится больше ответственности и, соответственно, больше прав. И, с одной стороны, это очень приятно и, с другой, очень волнительно. Когда я была маленькой, я думала, что это будет очень волнительно, а сейчас не так. Сейчас я чувствую, что я стала взрослее, мне это более радостно. Несмотря на ответственность мероприятия, момент все-таки праздничный. Через четыре года ребята станут совершеннолетними, а в 20 лет получат уже новый паспорт. Пока они наслаждаются детством, но четко осознают, что дальнейшая жизнь в их руках. Ульяна Скрыгина, Александр Илюха, Новоуральская вещательная компания. В Новоуральске накануне 23 февраля прошли торжественные мероприятия. Концерты в Театре музыки, драмы и комедии и ДК Новоуральский. А в сам День защитника Отечества Свердловчане возложили цветы к памятнику Георгию Жукову. В памятной церемонии приняли участие несколько сотен жителей Среднего Урала из многих городов области, в том числе из Новоуральска. Также цветы к монументу возложили командующий войсками ЦВО Александр Лапин, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, по поручению Евгения Куйвашева вице-губернатор Сергей Бедонько. Кроме того, в мероприятии участвовали представители правительства региона, депутаты областного ЗАГС-собрания, сотрудники администрации Екатеринбурга, военнослужащие, ветераны и обычные граждане. После завершения церемонии генерал Александр Лапин пригласил почетных гостей в здании штаба, где проходила выставка современного и исторического стрелкового оружия, а также образцы вооружения и техники, изъяты у боевиков в Сирийской Арабской Республике. В Новоуральске Центральный парк культуры и отдыха в День защитника Отечества превратился в настоящий военный штаб. Сборка и разборка автоматов, тематическая программа ДК Новоуральский, настоящая солдатская каша, демонстрация специальной техники, снежная крепость и другие сюрпризы для будущих защитников. Подробнее в следующем сюжете. В Центральном парке культуры и отдыха сегодня и пожарные, и сотрудники полиции, и МЧС. Но нет, ничего не случилось, ничего не горит, нет никакой паники, но людей так же много. Все дело в том, что праздник 23 февраля, День защитника Отечества. И для юных новоуральцев сегодня есть возможность приблизиться к своей мечте. Почувствовать себя водителем настоящей пожарной машины, изучить, как она устроена, покрутить руль и побыть на пассажирском сидении. Такая возможность была предоставлена будущим защитникам. Для них в этот день прошла своеобразная презентация настоящих мужских профессий, правоохранительных органов пожарной части и дорожно-патрульной службы. Особое внимание публики привлекло выступление специалистов-кинологов. Они продемонстрировали работу своих четвероногих напарников. Своё дело животные выполняют по-настоящему профессионально. Даже на празднике всё выглядело реалистично. Собака задержала преступника, а также нашла контрабанду. «Хорошо, молодец! Хорошо!» «Здесь? Да!» «Посмотрим?» «Пап, посмотрим!» «Облодисменты!» Как найти улики, отличить пятна крови от варенья и узнать информацию по отпечаткам пальцев, юным защитникам показали эксперты-криминалисты. 1 марта 2019 года эксперт на криминалистической службе 100 лет. В преддверии юбилейной даты специалисты дали возможность всем желающим попасть в настоящую передвижную лабораторию. «Взяли криминалистические чемоданы, оборудование, с которым мы работаем, то есть гражданам, которые приходят, спрашивают, рассказывают, чем мы занимаемся, наша повседневная работа, то есть с чем мы выезжаем на места происшествий, какие, значит, используем криминалистические средства для изъятия следовой информации и так далее». В День защитника Отечества посреди парка стояла настоящая армейская палатка. В ней могли уместиться сразу 50 человек. Там проходила выставка современного оружия. Гости праздника под руководством профессионалов могли проделать сборку и разборку автомата, примерить специальное снаряжение и больше узнать о военном деле. На протяжении всего праздника в палатку время от времени заходили люди, чтобы не только изучить представленные экспонаты, но и согреться. В палатке было тепло, как в помещении, ведь посреди военного музея стояла настоящая печка. Тем временем на улице отважных защитников поджидали рыцари и пираты. Вместе с ними бесстрашные ребята совершили путешествия во времени. Здесь, в Новоуральске, пришвартовался корабль пиратов. И мы набираем команду, ищем веселых, храбрых, сильных ребят, которые готовы грабить, то есть веселиться, веселиться с добрыми моряками, пиратами. Атмосферу праздника создавал коллектив Дома культуры Новоуральский. Веселая музыка, насыщенная программа и множество тематических конкурсов. Участники разделились на несколько команд. Задорно и быстро ребята бегали по снегу, кидали разноцветные мечи, проявляли ловкость и смекалку. За каждое выполненное задание маленькие герои получали жетоны. Чем их больше, тем интереснее призы. Изюминкой праздника стал квест-крепость. Ребятам предстояло построить снежное убежище, преодолеть битву снежками и на скорость забраться на самый верх большой снежной горы. За отвагу все участники получили призы, а победитель – радиоуправляемый самолет. Громкая музыка, детский смех и отличная погода сделали свое дело. Каждый, кто был в парке в праздничный день, нашел себе занятие по душе. Поехали! 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 Мне нравится то, что тут разные машины стоят, много ребят разных. Все прекрасно, все здорово, все очень нравится. Очень хорошо сделали парк. Все здорово. Всех мужчин, всех мужчин с праздником, всем здоровья, всего хорошего. Мы смотрели палатки, где находится разная экипировка пожарных, автоматы собирали, пистолеты. Всех поздравляем с праздником тоже. Нам нравится. На улице тепло, все хорошо. Да, прекрасно. Ходила в пожарную машину и в полицейскую. Я считаю, такие показательные выступления нужно чаще устраивать по любому поводу. На 8 марта можно тоже что-нибудь для нас красивых придумать. Все здорово, спасибо организаторам. Ползали по разным машинам, автоматы разбирали, собирали. Праздник тематический, именно посвященный Дню защитника Отечества. У меня два сына и нам очень интересно. Еще у нас папа работает в МЧС. Мы лазили по пожарной машине и фитографии, и видели наручники и пистолеты. Детская площадка тоже привлекла внимание. Жители Новоуральска отмечают, что после реконструкции парк преобразился. Маленькие гости праздника изучили все горки, веревочные лестницы и другие развлечения на игровом комплексе. Самой ожидаемой частью праздника стала полевая кухня. За солдатской кашей и горячим чаем выстроилась длинная очередь. Здорово, очень все нравится, особенно каша. Еще ждем кашу, но, наверное, очередь не дождемся. Тоже охота попробовать. Ребятам охота. Да, и за них вот и стоим. Все замечательно, пусть всегда такие праздники делают нам веселые. Для меня это очень большой праздник, потому что сам служил, это ощутимо очень. Не знаю, воспоминания армии и все такое прочее. Приятно. В солнечный день теплая погода и улыбки посетителей парка наполнили праздник яркими красками. Быть может, в этот день юные новоуральцы поняли, кем хотят стать в будущем. Но независимо от их профессионального выбора, они будущие защитники Родины и своих родных. Ульяна Скрыгина, Дмитрий Дедюхин. Объектив. Итоги. Вы смотрите программу «Объектив. Итоги». И вот главная тема второй части выпуска. 1400 исполнительных производств о взыскании алиментов находилось у новоуральских приставов в прошлом году. Тенденции к снижению долгов с годами нет. В 1949 году два вида. На сегодняшний день более ста наименований продукции. Хлебозавод в этом году отмечает свое 70-летие. Романтики Арктики. Инженерный форум под таким названием объединил юных новоуральцев. Картина «Зеленая книга» завоевала «Оскар» как лучший фильм об этом и другом далее. Так хотелось за границу, что оплатила все долги. Жительница Свердловской области оплатила 15 штрафов за превышение скорости. Погасить задолженность ее вынудил возможный запрет на выезд за пределы Российской Федерации. В Каменске-Уральском в отношении 30-летней свердловчанки находилось 15 исполнительных производств на общую сумму 16 500 рублей. Неплательщица злостно уклонялась от оплаты штрафов за превышение скорости. Женщина оплатила все долги только после того, как к ней домой приехал судебный пристав-исполнитель, который предупредил должницу о возможном лишении прав и вынесении в отношении нее постановления о временном ограничении в праве выезда за пределы России. Задолженность по штрафам ГИБДД была погашена в полном объеме. В целом, за минувший год судебные приставы Свердловской области пополнили государственный бюджет на 19 миллиардов рублей. При этом увеличилось и количество исполнительных производств. Новоуральский городской отдел этой федеральной службы не стал исключением. Чем сегодня живут приставы Новоуральска и сколько задолжали горожане, расскажет Виктор Малышев. Подводя итоги работы Новоуральского отдела службы судебных приставов за 2018 год, стоит отметить, что на исполнении всего находилось более 57 тысяч исполнительных производств. Такой объем работы ложится на плечи 14 приставов-исполнителей. В работе у каждого из них находилось около 4 тысяч производств. Один пристав-исполнитель возбуждает порядка 270 исполнительных производств в месяц или по 12 в день. Два пристава исполнительно занимаются конкретно взысканием алиментных платежей. Шесть приставов занимаются по взысканию с физических лиц. Один пристав по взысканию с юридических лиц. Плюс у нас есть один сотрудник-дознаватель, также есть временная ставка дознавателя. Одна из тенденций – увеличение количества производств. В 2018 году по сравнению с предыдущими годами их стало больше на 5 тысяч. При этом взыскателям перечислено более 109 миллионов рублей. Немалую роль в достижении данного показателя сыграла такая мера принудительного исполнения, как наложение ареста на имущество должников. Благодаря применению данной меры взыскано порядка 17 миллионов рублей, в том числе путем передачи арестованного имущества взыскателям в счет погашения задолженности по исполнительным документам. Также увеличилось количество вынесенных постановлений об ограничении прав на выезд за пределы Российской Федерации. В три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вследствие применения данной меры было окончено около 200 исполнительных производств и взыскана сумма около 20 миллионов рублей. Одно из основных направлений работы – это взыскание алиментных платежей. К сожалению, далеко не все родители относятся ответственно к своим обязанностям по содержанию детей, зачастую уклоняясь от уплаты алиментов. В 2018 году у приставов Новоуральска было 1402 таких производства. По ряду из них должники были привлечены к административной и даже уголовной ответственности. За неуплату алиментов к административной ответственности привлечено 106 должников, и к уголовной ответственности привлечено 29 должников. Также 451 должник по алиментам ограничен в выезде из Российской Федерации, и 74 должника ограничены в пользовании специальным правом. Новоуральскими приставами 26 должников объявлены в розыск. Некоторые должники знают, что мы их разыскиваем и разыскиваем на протяжении нескольких лет, но они уклоняются от явки к судебному приставу-исполнителю. Есть такой должник – Нохрин Алексей Викторович. Он знает, что мы его ищем, но уклоняется и не является в службу судебных приставов. Если вы собираетесь выехать за границу, то в избежании проблем проверьте, нет ли у вас долгов. Это можно сделать на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов в разделе «Банк данных исполнительных производств». Если вдруг долги обнаружились, то оплатить их можно здесь же в режиме онлайн. Также создано мобильное приложение, которое позволяет оперативно получать информацию о наличии задолженности, либо о ее изменении. Информация, которая находится в банке данных – это номер исполнительного документа, сущность исполнения, сумма, которая подлежит взысканию, фамилия, имя отчество, естественно, должника и территориальный орган, который возбудил исполнительное производство, а также номер телефона и фамилия, имя отчество пристава, который занимается данным исполнительным производством. Также напомним, что сейчас городской отдел службы судебных приставов находится по адресу улица Гагарина, 16. Здесь ответят на все интересующие вас вопросы. Виктор Малышев, Александр Илюха. Объектив. Итоги. Не секрет, что один из элементов государственной кадровой политики – профориентация молодежи. О ней говорится на всех уровнях власти. По инициативе президента России Владимира Путина в стране реализуется проект «Билет в будущее» с 2018 года. По словам президента, важнейшим условием конкурентноспособной экономики является уровень подготовки и образованности человека. Талант исследователя, квалификация инженеров и рабочих – ключевые факторы на рынке труда. Именно эти качества и умения должны развивать российские образовательные учреждения, школы, университеты, институты и профессиональные училища. И здесь большую роль играет трудовая адаптация молодежи. Для студентов это прежде всего трудовые практики и экскурсии на предприятия города. Выпускной курс Новоуральского технологического колледжа в минувший четверг посетил хлебозавод. Тему продолжит Наталья Рау. На Новоуральском хлебозаводе работа кипит. Технологический процесс не останавливается ни на минуту. Об этом знают и гости предприятия. Правда, пока только в теории. Это студенты двух выпускных групп Новоуральского технологического колледжа. На экскурсию пришли без пяти минут кондитеры и технологи. Мы сейчас по программе проходим кондитерское производство, хлебобулочное производство. Поэтому мы обратились с просьбой к Новоуральскому хлебокомбинату принять нас в гости и показать нам производство. Производство растойки, формовки изделий, упаковки, как происходит замес теста. Для чего просеивается лука? Теперь не по книгам, а вживую. Вспоминая теорию, студенты заинтересованно изучают каждый этап производства хлеба и хлебобулочных изделий наглядно. В это же время начальник производства Татьяна Сарафанова опытным взглядом примечает ребят, которые летом придут сюда на практику, а затем и на работу. Татьяна Генриховна работает на хлебозаводе 45 лет. За это время она выучила не одно поколение пекарей и кондитеров. Сейчас воспитывается молодежь, мастеров, новые мастера. У нас пришли три человека и с ними занимаюсь вплотную. Хлеб нужно печь с душой, с любовью, чтобы наш потребитель радовался. Ее учеником раньше был и Анатолий Щеколев, а теперь он мастер цеха. По необходимости иногда еще замещает пекаря. С тестом надо работать с душой, тогда и хлеб будет вкусный. Анатолий признался, его семья, покупая в магазине продукцию Новоуральского хлебозавода, гордится тем, что этот хлеб помнит тепло папиных рук. Работа на хлебозаводе – это тяжелый физический труд, но профессию свою Анатолий очень любит, хоть и работает в поте лица. Терпение, конечно, знание, не бояться ничего. Не скучна работа? Да нет, всегда все новое, с каждым разом. Заявки увеличиваются, но мы не стоим на месте. Стараемся для того, чтобы поднять наше производство. Ну, например, сегодня у нас, я замещаю еще и пекаря, а вот, например, у нас сейчас уходит. Продукция с пылу, с жару? Да. Все нормально? Все хорошо, стараемся, чтобы горожане были счастливы, довольны. Сами едите хлеб, сделанный своими руками. Конечно, конечно. Всем советую, у нас хороший хлеб. Из печи, с пылу, с жару студенты оценили производственный процесс, а затем и саму продукцию хлебозавода. Навуральский технологический колледж сотрудничает с хлебозаводом не первый год. Колледж – единственное в городе учебное заведение, которое готовит поваров и технологов пищевой промышленности. Да и хлебозавод заинтересован в профессиональных кадрах. У студентов одно желание – попасть сюда на летнюю преддипломную практику, чтобы приобрести профессиональные навыки. А может и работу, если все получится. В магазин приходим, это все сразу же готовое. Больше интереснее всего не купить булочку и попробовать, а посмотреть, как она производится. Это интересный такой жизненный опыт. Вообще, как он устроен, как он выглядит, как все происходит, что за люди там работают. Машины узнали, какие там стоят. Как происходит раскатка, как его замес тесто. Видели, как хлеб поступает, когда уже готовый он. Мы в наших условиях им этого показать не можем, поэтому мы вот обращаемся на предприятие, чтобы была возможность им посмотреть, как это все происходит реально, в реальном производстве. Но и у них появилось желание сюда прийти на практику. Новоуральский хлебозавод выпекает более шести тонн продукции ежедневно. Хлеб, хлебобулочные, мучные, кондитерские изделия – всего более ста наименований. Многие покупают хлеб новоуральский, но иногда бывают и жалобы. Вот как вы на них реагируете? Жалобы они есть всегда, конечно. Мы их принимаем и очень активно над ними работаем. Жалобы поступают от покупателей, которые в основном покупают хлеб в сетях, где, к сожалению, не очень борются с хранением. В сетевых магазинах, в смысле? Да, в магазинах. Ассортимент большой по хлебу. Порой просто не успевают вовремя отследить сроки. Сложные экономические времена требуют нестандартных, аналитически проверенных решений, которые позволили бы предприятию сохранить приоритеты. Один из них – использование классических технологий производства без химических добавок. Продукция новоуральского хлебозавода востребована в магазинах города и Свердловской области. В ювелирном году мы запускаем обратно кондитерский цех по производству тортов и пирожного. К концу года мы планируем поставить линейку детского печенья безлактозного на поток уже по всей области. Несмотря на то, что Анна Сумакова – человек новый на предприятии, работает здесь меньше года, но в производстве и на руководящей должности трудится более 10 лет. В марте месяце мы едем на выставку в город Москва по германскому оборудованию, где будут представлены новые печи, расстоечные шкафы, тестомизильные машины, что наш непосредственный поставщик, который предоставляет нам небольшую скидку, рассрочку, пососует новому ассортименту. Планов на ближайший год очень много, тем более в юбилейный для города и УХК год хлебозавод отмечает 70-летие. Столько же, сколько и Уральскому электрохимическому комбинату. Ведь Новоуральск создавался как стратегически важный объект и город, который в случае чего мог бы полностью себя обеспечить, в том числе и хлебом. Тогда, в 1949 году, выпускали всего два наименования продукции, теперь более ста. Самое главное для руководства хлебозавода – это люди. Коллектив – более 80 человек, благодаря которым хлеб появляется на прилавках магазинов ежедневно. Для всех горожан я желаю только крепкого здоровья, правильного питания, к чему мы тоже стремимся и обеспечиваем всех наших жителей и детей. Здоровья крепкого. Для своих сотрудников я желаю только карьерного роста, хорошей стабильной заработной платы, что мы тоже поддерживаем. И приглашаем к нам на работу. Эти булочки через несколько часов после выхода из печи будут кушать люди в столовой воинской части. А этот хлеб через 10 минут отправится на склад готовой продукции. Оттуда через считанные минуты в магазины Свердловской области. Объемы производства растут. Действительно, хлеб всему голова. Без хлеба сыт не будешь. Народная мудрость насчитывает более десятка пословиц о самом главном в нашей жизни – о хлебе и хлебной продукции. Наталья Рау, Дмитрий Дедюхин, Николай Ларионов. Объектив. Итоги. Романтики Арктики. Инженерный форум под таким названием провели в стенах станции юных техников в рамках проекта «Школа Росатома». Около 40 школьников выполняли задания по направлениям судомоделирования, компьютерная графика и мультипликация робототехника и прототипирования. О событии в сюжете Ульяны Скрыгиной. Будущее науки в руках юных изобретателей. Мероприятия проекта «Школа Росатома» дают возможность детям развить свой потенциал, ознакомиться с перспективными профессиями и реализовать свои идеи. Инженерный форум «Романтики Арктики» создан для привлечения внимания школьников к деятельности атомного ледокольного флота. С его появлением началось настоящее освоение Крайнего Севера. В настоящее время проводится много научно-исследовательских экспедиций. Для дальнейшего прогресса большую роль играют современные разработки. Именно поэтому в настоящее время к данной теме активно привлекают молодое поколение. В «Школе Росатома» уже, по-моему, в течение 4 или 5 лет вот этот инженерный конкурс, он присутствует, он есть, и ему уделяется очень большое внимание. Каждый раз он по-новому, с новыми заданиями, с новыми направлениями, с новыми формами. Очень интересно посмотреть, как ребята поняли задание, насколько глубоко проникли в выполнение его и что у них из этого получилось. Для школьников подготовлено 5 направлений. Задания по ним ребята получили за 2 недели до презентации. Заявку на форум подали около 40 человек, но с задачей справились только 25. Большинство ребят выбрали направление судомоделирования. Им предстояло спроектировать и изготовить модель плавучего средства для перемещения членов экспедиции и оборудования с острова на ледокол. Еще одно направление – компьютерная графика. Участники создавали мультипликационный фильм продолжительностью от 3 до 8 минут на тему «Арктическое путешествие». Я создавал свою арктическую станцию в 3D, основу создавал и фон. Я также создавал в фотошопе все это. Рисовал все это дело сам. Но картинки там животных я брал из интернета. Но это интересно, но сложновато. И там имеется в виду в фотошопе работать, особенно в 3D, потому что там оно не очень хорошо проработано. И в этом все сложилось. Среди членов жюри в каждой номинации были педагоги, преподаватели и студенты филиала Новоуральского технологического института, а также социальные партнеры. Свои работы на форуме представили 6 участников старшей возрастной группы. Остальные – из младшей. Это доказывает, что ребята с самого детства стремятся постичь науку, стать изобретателями и открыть для себя новое интересное направление. Максим Кузнецов занял первое место в направлении робототехника. Пять лет назад юноша только осваивал простые механизмы, а в настоящее время уже представляет свои разработки на различных конкурсах. Я сегодня представляю компетенцию робототехника. Проект «Судовой кран», задача которого – остановиться над каждым контейнером, используя датчик освещенности. Моя компетенция называется робототехника. Задать этой компетенции старшей группы взять груз и довезти до другого расположения. Сейчас, можно сказать, новый мир технологий. Везде уже инженерная графика, новые практические технологии. Инженеры тоже полезны для создания каких-нибудь устройств. Участники мероприятий проекта «Школа Росатома» готовы осваивать новые направления. В этом году появилась номинация «Интернет вещей». Перед школьниками стояла задача создать датчик для контроля устойчивости дрейфующей льдины. Наталья Колесникова заняла первое место в старшей возрастной категории. Ее работа рекомендована для участия в финальном этапе конкурса. Более привычное направление для ребят – прототипирование. С ним они знакомы уже не один год. В этот раз дети разрабатывали чертежи и создавали модель лихтеровоза. У нас было четыре модели такого судна. Мы выбрали самое оптимальное, как было удобно, как мы считали нужным, что возможно он выдержит этот груз. Работа шла неделю. То есть пока что нам наш преподаватель объяснил, в чем состоит наша задача. Потом мы приступили к работе, создали чертежи и только потом распечатали на 3D-принтере. Но во время работы у нас возникла проблема то, что наши размеры не совпадали с размерами, которые были представлены в требовании. Нам пришлось уменьшать нашу модель в два раза. По итогам муниципального этапа инженерного форума «Романтики Арктики» 10 работ были рекомендованы для участия в финальном этапе конкурса. Он пройдет в марте в Сосновом Бару. Ульяна Скрыкина, Александр Илюха. Объектив. Итоги. Городской проект аудитории открыл третий сезон. Теперь в нем могут принять участие и старшеклассники. Первая встреча нового сезона прошла в детской библиотеке на Вуральска. Ее девиз – «Вижу, можешь». В этот раз аудитория объединила учащихся 41-й гимназии. О самореализации, планах на будущее и, конечно, любви говорили спикеры аудитории. Кто стал победителем первой игры, узнаем далее. Слышать, услышать другого человека гораздо сложнее, чем говорить. Это состояние открытости и некой обнаженности, готовности и решимость быть уязвленными красотой личности другого. Именно в момент этой готовности коммуникация и превращается в общение. Так говорят организаторы проекта «Аудитория» о его главной задаче – слышать и услышать. Третий сезон стал долгожданным продолжением этого городского проекта. Примечательно, что теперь в нем могут поучаствовать школьники. Первая аудитория была как раз для них. Мы решили вернуть проект, потому что поняли, что без аудитории жизнь вообще не та. Ну и тем более поступали вопросы, будет ли третий сезон, и поэтому собрали множество сил и ресурсов для того, чтобы проект открыть вновь. Поэтому третий сезон уже начинается, и мы рады, что будут новые встречи. Один раз в месяц пять спикеров будут интересны, рассказывать истории. Мы хотим, чтобы акцент немножко сместился, чтобы полноправными участниками стали не только те, кто говорят, но и те, кто слушают. Потому что это очень важно в наше время не только говорить, но и слышать и слушать. Первыми в третьем сезоне аудитории приняли участие 11-классники гимназии 41. Поддержать их приехали выпускники 41-й школы, которые в прошлом становились финалистами проекта. Этот проект уже за то время, пока он существует, то уже, я бы сказал, наверное, длительное время, он уже стал таким родным. Сначала я о нем узнал просто как участник, а затем уже вовлекся в него поглубже и стал уже, даже понял его в некоторой степени изнутри. Но самый дорогой, конечно, это может быть банальные слова, но это действительно очень хорошая возможность обменяться мыслями, мнениями и очень хороший толчок к размышлениям вообще. Учитывая, что организатор проекта Мария Барышникова является учителем русского языка и литературы, для этих ребят, первых участников нового сезона, было крайне важно показать навыки владения устной речью, свою грамотность и широкий кругозор. Буквально все, что нас окружает, порождает новые возможности. Но тогда возникает вопрос, как понять, в какой момент вещи, люди и обстоятельства превращаются в возможности. Мне кажется, что они превращаются, мне кажется, мы можем это понять только тогда, когда мы выйдем за рамки. Поздравляем первого победителя аудитории «Три» Егора Филипова. Его монолог о любви, надежде и прощении стал прекрасным началом нового сезона. Аудитория продолжится уже в марте, будет проходить раз в месяц до декабря. Последняя в году встреча объединит всех победителей и определит абсолютного победителя третьего сезона. Альвина Бабкова, Ульяна Скрыгина, Иван Вахмяков. Объектив. Итоги. «Зеленая книга» завоевала «Оскар» как лучший фильм. Американская киноакадемия вручила премию за лучший фильм года картине «Зеленая книга» режиссера Питера Форелли. Фильм основан на реальных событиях. Талантливый чернокожий музыкант Дон Ширли нанимает в качестве водителя и телохранителя Тони Валеллонга. Вместе с ним они отправляются на гастроли по южным штатам Америки, где царит расизм. «Вся эта история, она о любви друг к другу», – сказал на сцене Питер Форелли. Главные роли в фильме исполнили Вига Мортенсен и Махершала Али. Вторую достоился «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Напомню, ленту «Зеленая книга» транслировали и в киноцентре «Ниева» по запросам жителей Новоуральска, которые соскучились по качественному немассовому кино. Фильм вызвал у жителей города положительные эмоции и живой отклик. С 26 февраля у новоуральцев будет возможность отведать рыбные деликатесы Сахалина и Камчатки. Выставка-продажа пройдет в концертно-спортивном комплексе. С 26 февраля по 1 марта в КСК с 9 до 17 грандиозная выставка-продажа рыбных деликатесов Сахалина и Камчатки. Холодного и горячего копчения. Нерка, кита, палтус, чавыча, красная икра, а также консервы, изготовленные на палубе корабля. Внимание! При покупке от 1000 рублей у вас есть возможность получить подарок. Ждем вас в КСК с 26 февраля по 1 марта. Внимание телезрителей! В связи с трансляцией областным телевидением хоккейного матча команды «Автомобилист» смотрите программы новоуральской вещательной компании в среду 27 февраля. В это же время в 19.30 передача «Твой выбор» начинающих журналистов из детско-юношеского центра. Далее выпуск программы «Объектив на спорте». В 20.00 выпуск новостей «Объектив». На этом все. Плодотворная рабочая неделя. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова